здравствуйте дорогие друзья я давно уже хотел сделать видео про федора григорьевича углова тем более что я его лично знал и вот именно покажу сейчас вам фотографии давно и обещал своим подписчикам сделать а то может кто-то думает даже что я только так говорю но я потерял в один момент свои старые фотографии и вот нашелся жесткий диск сейчас и сегодня я сгруппировал фотографии покажу вам сейчас несколько слайд-шоу которые прокомментирую когда федор григорьевич углов ко мне приезжал в 2000 извините в каком там же это году в шестом году в 2006 году это было 14 декабря а 16 в красногорске отмечалось рядом со мной я зеленоград мою хозяйство и дом старый а в красногорске это рядом проходил 25 лет был юбилей трезвенческого движения в основании которого федор григорьевич углов вот этого четвертого трезвенческого движения у нас россии он и стоял и был до самой своей смерти и его директором руководителем а заместителем был владимир георгиевич данов потом он стал после смерти углова руководителем союз борьбы за народную трезвость ну и вот сейчас я покажу маленькие отрывочки буквально какие-то секунды и приступим слайд-шоу я буду разные интересные рассказывать и так вот смотрите значит вот я кстати на канале жданова вот рекомендую вот этот фильм посмотреть 2004 год вот и вся жизнь хирурга заполнена тяжелыми переживаниями и бывает что он по нескольку раз в день испытывает сильное волнение хирург переживает когда назначает больного на операцию сто лет гулов еще оперировал для того печально его нервы до предела напряжены течение многих часов в ходе этой операции фильм очень душевный несколько дней после нее он все равно не уходящем беспокойстве потому что жизнь оперированного им человека на грани я хочу сказать пару слов в начале и перейдем к слайдам и посмотрите вообще все что вы найдете о федоре григорьевича углове конечно это великий русский хирург это основоположник многих направлений в медицине ну например там взять ту же пульмонологию то есть о легких изучение всех болезней и те уникальные операции сделал он которые свою жизнь к тому же вот создал центр фактически в ленинграде один из лучших в мире был ее директором плюс к тому директором журнала вестник хирургии к тому что он и профессор и академик многих академий наук и главной медицинской академии наук нашей да но и многих академии мира выдающиеся заслуги в области кардиохирургии такие известные хирурги как лев бакерия например именно благодаря углову и когда углов спас его брата в свое время сделав операцию то он пожелал тоже свою жизнь связать с помощью людям с хирурги и и далее уже он собственно и стал тем кем стал ну так вот знал углов а вернее его знали все ведущие хирурги мира безусловно он так же известен как писатель не в широком кругу но тем не менее советую прочесть вам таких книги как сердце хирурга человек среди людей под белой мантии алкогольные проблемы вот этой ламехузы ну хотя он везде касается этой темы книги эти ведь не просто от хирургии они о жизни а настоящих людях о предательстве подлости и о настоящих высоких душевных качеств человека и о том как на заре так сказать вот зарождалась советская власть вместе с ней медицина как все менялась и на селе и в городах ведь он родился в 1904 году в чугу и деревне которая находится там тысячу километров от по моему иркутска на острове буквально то есть в глуши как ломоноса в свое время он действительно и правильно вот здесь люди пишут кстати почитайте что пишут люди действительно это когда хоть чуть-чуть узнаешь о таком человеке самому хочется стать лучше хочется что-то творить созидать и вы знаете вот кто читал его книги это просто без слез хорошим вот именно правильном смысле слова слез умиление какой-то переосознание ценности вот не можешь что называется не прослезиться не умилиться и так далее это очень хорошо я советую детям вот подросткам по крайней мере покупайте родители книги углово особенно вот сердце хирурга его главный труд и обязательно прочтите сами пусть дети ваши прочтут им читаете ну в общем я не знаю ни одного человека кто прочел эти книги кто бы просто не ну не задумался как минимум и многое не изменил своей жизни это человек который действительно настоящий врач с большой буквы доктор вернее правильно сказать который не отказал ни одному больному ни копейки денег ни с кого никогда не брал и оперировал более семидесяти восьми лет за что внесен в книгу гиннеса как самый старый долго оперирующий рук мира причем это было сложнейшие операции на сердце и на мозг головной прошел финскую войну всю по сутками не спал великую отечественную более десяти тысяч человек лично спас и сделал колоссальное количество сложнейших именно сложнейших операций многие впервые сделанные в европе либо в мире многие новшества он нес не только в сердечно-сосудистую хирургию по легким но и в другие области спросишь у онкологов я спрошу а знаете углов ну а как же вот такие работы вот такие то так сказать труды и так далее естественно итак дорогие друзья давайте идем дальше вот тут есть интересный нюанс такой казус не казус но человек среди людей аудиокнига сейчас я поясню вот кто-то его сюда выложил не знаю этот человек или нет но дело в том более полутора лет на что этот эту запись это моя запись то есть как моя я когда-то заплатил лично одному такому человеку кто озвучивал профессионально вот этот голос как раз чтобы он просто для меня лично записал поскольку не родственники не имели виктор на не я не давали согласия чтобы опубликовали поэтому все таки правильно будет наверное запись эту удалить она у меня была в единственной экземпляре на диске я принято и составляю как она попала в интернет но возможно я не с кем людям давал для личного прослушивания почему положили в интернет это конечно или сам переводчик то есть не переводчик а тот человек кто озвучивал в общем это так слово а теперь давайте пожалуй пойдем по тому по моей истории как бы знакомство с федором григорьевичем углом вот это снимок кто знает я некоторые видео отсюда меня телевидение часто подснимала это вот под зеленоградом у меня хозяйство ближайшие сейчас у меня висит где вот федор григорьевич сидит портрет достоевского и это у нас 14 декабря шестнадцатого года с ждана владимировичем познакомились еще раньше ну а когда накануне вот этого проведения двадцать пятого съезда значит юбилей трезвенческого последнего четвертого движения в россии то ко мне приехал в гости федор григорьевич углов имели виктора на его супруга но тут вот это довгань кто узнал просто мне жданова звонил это можно довгань приедет тоже как бы с углом хотел но заодно и ну ладно пусть потому что вроде бы долго не вот тоже там таким активистом трезвенческого движения стал несмотря на то что водку долго ну люди переоценивают свои таскать бывает что искренне меняются что все может быть но приехал вот сейчас некоторый кадр от я вот жданов но вы наверно узнаете да я для своих зрителей тех кто меня знает как вот сыроеда скажу что еще тогда 11 лет назад я естественно не был сыроедом вот и мы очень хорошие в пиноккию магазин на кутузском очень дорогие купили вот разные тортики и прочее ну и разные там была еда угощения понятно гостей надо встречать так сказать как они привыкли хорошо и так далее но беседовали мы на разные темы конечно федор григорьевич углов тогда уже болел и ему достаточно тяжело почему-то обратить внимание на руке у нее такая повязка это он буквально там накануне чуть ли не в этот день утром просто упал из машины как-то так или на руку там машине в какой-то ехал не помню и на мне жданов рассказывал и вот как бы руку там повредил ну там ему сделали повязку и все в порядке но конечно у него заживало все очень быстро даже вот когда у него перелом шейки бедра был в 99 до лет этого то у него он ходить стал в этот же день как эмили виктором не рассказал то есть в этот же после операции он себя заставлял через боль через силу ходить у него даже потом снимок не делали то есть все зажило вот так ну вот этот ладно опустим снимка сейчас объясню что я он ведь у меня раньше в моем хозяйстве а там и сейчас есть большая перестройка и у меня была рыборазводня ну то есть рыба аквариумная который мы был у меня бизнес такой то есть для мы создавали аквариумы и эти аквариумы зарабляли но также продавали оптовикам в разные регионы россии в сотни зоомагазинов аквасалонов то есть через мои руки там десятки миллионов рыб прошли я по ним конечно очень большие у меня были наработки в области биологии микробиологии лечения любых заболеваний которые мировой литературе описаны как неизлечимые я занимался разведением скатов но об этом чуть дальше я федору григорьевича имели виктор мне всем гостям показывал рыборазводня но это будет чуть дальше вот но мы общаемся есть и видео у меня записи вот так такие снимок ладно это кто узнает вот эту арку мою где с той стороны но сейчас увидите то есть вот эмилия викторовна федор григорьевич углов вот сблизи это я снимал сергей мой друг покойный уже ныне к сожалению вот ну и это уже наша семья с это у меня младшая дочка тогда так сказать вот на руках ну и понятно вот вы узнаете на многие видео я снимаю сейчас когда в кадр входит вот это поручни балясины лестнице ведущий на второй этаж так что вот узнаете откуда что у меня дома действительно вот были такие мной любимые уважаемые гости нашей всей семьей ну дальше вот мы сделали снимочек тут делаю си владимир георгиевичем ждановым ну и дальше пошли показывать вот зайдя в другое крыло моего дома на первый этаж тогда было а здесь от будет для приема гостей для дегустации наших продуктов такое как бы маленькое домашнее ну назовем это кафе не знаю такое когда люди могут приезжать тут мебель уже вся готова туда уже ремонт сделан а раньше было рыборазводник видите вот тут разные там я уже не вижу отсюда милеусы тут тут разные там другие рыбы и вот на второй этаж где основной зал 100 метров где десятки тонн воды и сотни аквариумов вот мы сейчас идем вот но это я понятно углов жданов к сожалению здесь темно плохо видно потому что это был вечер и к сожалению тут у меня все на автоматике нельзя было беспокоить рыбки были скаты там были и те которые рожали детенышей то есть соответственно там нельзя был яркий свет ослеплять но верхний такой специальный свет у нас тут горит подсветкой ну мы все-таки было видно мы направлено светили точечно и показывали но я вам потом покажу какие рыбы хотя бы примерно чтобы вы видели потому что здесь не все будет конечно видно вот эмилия викторовна вот но это трубы слива ведь там циркуляции сразу так сказать вот флейты стоит из ппн этих ппн труб полипропиленовых сливы то есть это идут единые фильтры и сразу на десятки аквариумов вот показываем тут разных зверей но рыб имеется вот уже спускаемся вниз опять смотрим показываю на верхних ярусах я вам покажу чуть дальше но уже прощаемся вот этот тамбур наш кто был у меня в гостях знает вот и вот книгу мне федор григорьевич подписывает кстати у меня много книг я и потом приезжал на следующий в 2007 году вот в гости к федору григорьевичу угловую эмилии викторовне в комарова на дачу и ну это будет видно потом я покажу там то есть а книги ну книги что хранятся как память такая вот с личными вот не просто автографа но и подписями там с пожеланиями прочим углово так значит теперь давайте посмотрим я вам обещал покажу по рыбам вот смотрите просто взял фотографии из тех же аквариумов которые у меня были кстати беременные бугорки самка мотор ската но редкого окраса строим таким кругом двухкаготная свинорылые черепахи так сказать тоже очень редкие виды чисто водные на сушу вылезают только откладывая когда яйца причем у нее не пальца ведь пас пальцела ласты то есть это единственные в мире ну не считая там трионикса в каких-нибудь слона шеях черепах там но у них нет у них когти у них такого все равно нет таких ласт как у морских это чисто как копия как морская фактически да но единственная пресноводная такая черепаха очень интересные в аквариумах они жили со скатами с другими рыбами вот этот скобианциструса уратос голд но 14 номер по международной классификации такие каталогом специальным это уникальнейший гибрид который но кроме меня только один человек получил такой это перлов жемчужных скатов скрещивали с там двойная гибридизация была шерёдери с леопольди вот это вот шерёдери классический 151 номер по международной классификации как ромашка такая в голубой отлив очень красивый уникальный скат у меня видео даже есть где-то на ютубе где вот плавают кормит их из рук но это разные там лунакары цветные редкие номерные это там флаухорны тоже редчайших таких разных окрас вот это кстати перл жемчужный тоже у меня были уникальные гибриды их разводил которые так сказать имели особый яркий леопардовый причем не с тонким а с толстым вот этим темным и желтыми такими заливками а это редчайший вид леопольди обычно у них 15-20 белых пятен а это вот имеет больше ста еще двойной кантик я его вывел первый в мире вот этот гибрид вот вот такие аквариумы мы делали и многотонные уникальные с декорациями об этом я сделал отдельный видеоролик если вам будет интересно напишите будет ли это интересно чем мы занимались такими направлениями теперь давайте я вам покажу вот что значит когда буквально через два дня 16 декабря проходил в зале там по моему администрации или в клубе каком-то не знаю вот этот съезд ну меня тут к сожалению нет фото они есть чуть дальше там на улице увидите а здесь поскольку я это лично фотографировал ну жданов понятно майоров кстати мы с ним пока шли по коридору там я говорю здравствуйте коллега это еще не был с знакомый а я голову на а мы коллеги с вами еще не только потому что там и педагоги в том числе но оба но потому еще что так сказать как и у вас я не да я никогда в жизни не употреблял алкоголь у него была свадьба трезвенническая так сказать вот мы его надо же так сказать это и но понятно разные люди выступали тут и всякие вот священнослужители так сказать и вот коллектив который в союзе борьбы состоит за народную трезвость да вот из старых кадров и майоров и другие так вот сейчас быстренько пролесну вот 25 лет четвертому трезвенческому движу такой значки и выпустили для съезда делегатов у меня тоже такой есть вместе старые еще советские которые еще 80-х годов первого вот этого первый значок который это выпустили сделали вот федор григорьевич углов выступил кстати а это глазик что-то по-моему я вот по моим глазе выступал был да ну вот значит когда пришел вот он был зале потом федор григорьевич выступил вы знаете его очень вдохновила конечно вот эта атмосфера которая там царила люди которые говорили благодарные слова это что как пытаются что-то сделать на своих местах своих регионах там и так далее и он конечно прям не так уже так сказать там говорил здесь он конечно примут выступил стал великолепно конечно зал овации были хлопали все великолепно рассказал так сказать самом конце вот он уже вот ему дали слово и он великолепно выступил действительно так ну сейчас будут кадры уже наверное да вот он всех лопают он поклонился так сказать всему залу и вот последние слова там подарки фотографии вот и сейчас но дал глазик по моему и на улицу на улицу сейчас все пойдут вот снимок получше свет конечно был не очень в зале ну лампа освещения старый вот мы как раз все тренирую чугулом на улицу но и вот тут вот хороший единственный свет тут был поэтому более менее и я тут хоть на себя похож вот ну и все потом кадры такие последние общие ну я по-моему это фотографировал поэтому меня там нет ну а вот теперь смотрите я потом покажу сейчас вам не помню был ли я лично вот на похоронах вы знаете вот или это было прямо ровно через год не помню я у меня есть снимки я покажу но вот что то если не был то это что-то экстраординарное тогда было почему я не смог приехать как известно 2008 году федор григорьевич скончался на 104 годе к сожалению от очень серьезные проблемы от онкологии но так сказать кто-то вот знает что сердечно от чего-то так думает от другого ну я не буду сейчас про это говорить я знаю ситуацию всю изнутри поскольку я непосредственно как говорится был свидетелем всего вот но давайте я сейчас покажу вам вот что а в этом году вот сколько лет 10 до или 11 значит спустя в июле мы с супругой были в сейчас где мы были но в петербурге были в ленинграде и вот что я хочу вам показать это как раз уже снимки оттуда значит смотрите буквально не знаю год-два когда назад появился сквер имени федора григорьевича углова этот сквер как раз у госпитального центра вот кстати посмотрите какие прекрасные слова ну цитата углова я бы сказал доктора лучше было бы написать труд доктора высшей степени гуманина и благородие но вот федор григорьевич было был именно тем доктором о котором уже вот нарицательным стали эти понятия во всех народах мира русский врач что такое то есть это эталон доблести чести сострадания самопожертвования то есть то что то сказать вот сейчас практически к сожалению не наблюдается или ну вот в единичных случаях но это вот как раз то к чему каждый доктор каждый должен стремиться вот если меня слушают медики института вузов медицинских каких-то около медицинских в обязательном порядке прочтите вы в обязательном порядке должны сделать все и научные труды монограммы и книги и в том числе художественные федор григорьевич углова и тогда действительно вы просто но не сможете что называется не идти по его стопам то есть вот тот человек у кого есть совесть и не только ну и врачебный какой-то это сказать чувство долга и прочее то вы обязательно пойдете по стопам федора григорьевич углов но я сейчас покажу даже здесь вот мы перешли дорогу вот его видите такой прекрасный тоже памятник здесь так это переливание крови центр корпус льва толстого с этой стороны вот тут видите написано тут целые улицы госпитальные а вот сейчас табличка здесь как входишь вот вот и видно схема расположения корпусов но это академика павлова клиника вот здесь все перечислено сейчас вот это покажу поподробнее но вдруг кому-то кто-то из питера это будет там интересно кстати вот здесь вот мы поставили машину здесь и табличка где мы сейчас я которую смотрю да вы показываю вам а здесь сквер углова и вот его соответственно памятник ему вот корпуса такие потом на паузы кому нужно будет может поставить так пролистнул так пойдем дальше и поехали в александринскую лавру он на кладбище старинное такое кладбище склепов много кстати красивых и старых вот памятник углову а я вот только я сейчас уже не помню прям на похоронах восьмом году или в девятом я был но это мы сейчас там я посмотрю чуть позже фильмы это все вставим много известных людей тут похоронен ну конечно я приехал специально чтобы федору григорьевичу сходить на на могилу вот и вот ведь собчак и вот это как и старого этого тут много всякие товарищи вот величка тут военный инженер такой еще русские советские да такие старинные склепы наверное тут невзоров летучих мышей ловил и выпускал в трамваях баловались они так в своем детстве что он сам рассказывал ну вот тут еще я просто когда деревья тут метра два в обхвате лет по триста наверно были какие-то ну вот уже пеньки и вот единственное что хотел показать воейков тут такой есть это вот основоположник русской климатологии известный ученый вообще очень много там интересных есть деятелей которые похоронены ну это уже не эта тема но это одни из самых последних наверное кадров вообще с федором григорьевич углом мы были в комарово это там берег финского залива дача академической вы старые еще пятьдесят третьем году они уже там построились правое отопление все федор григорьевич лично там рассчитал хотя первый раз за это брался а в принципе все логично будет ну что ж как кровеносная система устроена по сути ведь насос мотор сердце так сказать тут мотор тут трубы объем прочее давление все рассчитывается сам сделал спроектировал рабочие сделали ну тогда это было немножко сложнее чем сейчас естественно но ничего сложного нет человек разумный интеллектуальный образованный всегда может легко сделать все что угодно в принципе ну я все не буду конечно рассказывать это понятное дело вот мы приезжали несколько раз на дачу уже потом приезжали после смерти федора григорьевича с имели викторами вот общались на разные темы том числе очень интересного для нее было даже вспомнить когда мы коснулись темы сыроедные как они в свое время встретили отдыхая то ли в гаграх то ли где-то пару сыроедов как потом оказалось но вернее так муж был не сыроед а жена им сначала было неловко вроде бы как ну видно что муж женой но она ему годилась даже не в скажем дочке во внучке оказалось его жена практически ровесница она была вообще нас и носоках то есть фрукторианка носок это было в каких-то там по моему 70-х годах и она поразилась что когда это забылась у нас все в памяти стирается мы много чего люди в своей жизни видели интерес слышали до забываем потому что это не входит в круг наших понятий либо просто острые впечатления затмеваются потом думаешь что уже вообще этого никогда не было но вот иногда всплывает но это так вот мы несколько снимков тот делали но это буквально вот это 2 это две тысячи седьмой восьмой вот год ну то есть вот буквально уже вот что называется вот за какие-то месяцы до кончины федора григорьевича мы ходили тут к морю к заливу тут есть какие-то такие кафе рестораны там элитные такие места понятного площадка вот мы тут делали несколько снимков будущее да ну и вот я сделал в конце уже отлично вот такой снимок а это вот тут как раз несколько снимков делал вот александр николаевич это мой такой старый работник он у меня больше десяти лет проработал очень такой хозяйственный человек такой конечно руках все горит знает от и до все все от машин прекрасные водители так сказать в руках от электрики до сантехники да и до земледели все то есть таких людей мало но сейчас своей в липецкой области у себя вот своим хозяйством занимается с женой в родовом доме можно сказать но там не прямо в доме родовом но там в тех же местах очень мечту своей жизни воплотил но молодец вот это примерно вот то что я хотел показать про буквально последние снимки какие вот были у нас совместные вообще знаете завершение хотел что сказать кто у меня только в гостях не побывал ну правда не только в моем ближнем хозяйстве под москвой а вот вот этот академик черняев кто знает русские сажения слышал я ведь рассказывал как своих ну кто смотрит мои все конечно записи понимаю не всем все интересно но про эко строительство про стройку с фролом вот в частности а это хозяйство это большой зал ком-то наш спальня женой была там еще тут не доделано что-то было в те моменты это скажем так ведь он тоже покойник уже сейчас черняет очень много интересных записи у нас есть с ним и видео и и может быть я что-то опубликую был в гостях и он кстати увидел увидели как на первом этаже стояли а там он двадцать шесть метров длина коридора от одного тамбура другого а там тихонько глядит управляющие что-то а он слышится будет ну-ка надо мерить все померили каждое представляете помещение каждый коридор тамбур комната каждая все по русским сажением в ее в его вот этих проекциях пропорциях по трем разным сажением для на ширина высота все совпало то есть я вот по наитию так сделал битну первый раз жизни такой вижу и акустика уникальный спала спалось буквально два раза в жизни он так ведь сам ну ладно это так сказать вот а в ближайшем когда вот стрихлебовым и так сказать это приезжал тоже там а вот здесь вот кстати хочу вам показать тоже расскажу и обещал про стерлиговом ну тут старые фотографии то еще меня знаете где сидят все сидят а я фотографирую цепил агееву который сейчас уже на момент записи 4 ребенка уже сама уже замужем и это наш общий товарищ такой валера такой а это вот ребятки и но еще маленькие тогда были стерлигово это в триколе из такой огромный был у меня вездеход шестиколесный кунг углепластиковый внутри все мы с ним ездили там к нему хозяйства там и столик там такой ведь как тут диваны там 230 длиной с каждой стороны вот а это у меня в гостях вот кто знает мою мебелью это противоположный если тот же стол за кем за которым здесь сидел долго здесь моя жена углов вот как откуда я снимаю я там всегда сижу обычно но на самое почетное место конечно пригласили то федор григорьевич углов вот алена стерлигова это моя младшая дочка тогда вот но это ко мне приезжали в гости кстати тема хлеба я вам скажу дорогие друзья ради справедливости тем это моя и просто мы вот года полтора пытались в алена не получалось печь хлеб на моей закваске но они потом на хмелевой по-другому стали делать а у меня такая симбиотическая из колосьев ржи да там взяты изначально вот но тема это моя он просто потом загорелся я его первый стал продавать хлеб но он понял что такая тема интересная и как бы он и улегся стал потом делать как бы ну просто ради справедливости но вообще кто только у меня в гостях не был какие люди тут не побывали а ну обо всем и не расскажешь а пара слов о памятнике к сожалению не за государственный счет не за счет министерства здравоохранения как это должно быть вообще-то на самом деле был поставлен памятник а за счет народных средств то есть всем миром как говорится скинулись за счет пожертвований людей и тех кто знал федора григорьевича лично и тех кто знал его скажем так заочно по его книгам по фильмам о нем по лекциям жданова я горд и счастлив рад то что тоже смог поучаствовать в этом деле как я узнал что сбор начался и я внес свою лепту к федору григорьевичу углову так сказать на памятник я приехал к жданову владимир георгиевич и вот как говорится передал определенную сумму как это сделали и многие люди как уже я говорил кто и знал лично и кто не знал лично угловы и конечно вот хорошо что снизов такая традиция что называется она не утрачена она сейчас есть и это говорит все таки о многом и надежды определенные внушает так сказать вживляет сердца может быть в таких моментах и проявляется вот душа народа так сказать благодарность огромная благодарность таким людям настоящим сынам своего отечества с которых надо брать пример всем нам но сейчас я покажу пару слов расскажу о портретах немножко об углове еще и дальше покажу кадры с ну скажем с открытие памятника которое произошло буквально через год к сожалению не но понятно что когда человек умирает сразу памятник не сделаешь да и денег это стоит собрать эти деньги надо кто их даст к сожалению даже для таких людей а может быть как раз для таких людей государства и не всегда дает деньги а вот пришлось по миру как бы с нитки по миру вот я был когда в комарово то есть это на даче угловых вот я снимал фотографии фотографировал вернее портреты что я говорю фотографировал портреты чтобы потом была у меня идея сделать себе на память что называется портрет углова и я сделал очень хороший художник вот сейчас вы можете обратить внимание вот посмотреть на эту фотографию на этот портрет это журов член союза художников россии сделал написал эту картину и собирал эту информацию я ему вот делал для этого фотографии делал для этого и личные свои и старые из портретов старых разных и аудиокнигу посылал ему чтобы он в никсе прочувствовал что за человек углов то что это очень важно для художника и вот как раз он это все воплотила я считаю очень хорошо то есть вот посмотрите обратить внимание такая стилизации но действительно это как вот сороковые 50-е годы лежат труды потому как федор григорьевич безусловно много писал напомню он был редактором более 50 лет по моему если не ошибаюсь журналы медицинского вестник хирургии он писал книги и художественные безусловно научные труды и вот обратите внимание вот на взгляд на вот эту глубину скажем так чувств мыслей ну и в общем каждый видит я думаю это говорить не нужно кстати вот на стене картина изображена академика петрова это основоположник отечественной онкологии и учитель федора григорьевич углов так но это у меня под зеленоградом моем хозяйстве эта картина висит в гостиной кто был у меня в гостях знает видел очень многими орденами был награжден федор григорьевич углов и ордена ленина к сожалению герой со струда разумеется не получил потому что собственно я не помню описывал ли это сам углов или это в других книгах в общем суть в том что углов поскольку не употреблял алкоголь и с этими товарищами на заседании всяких коллегиями там на коллегиях с коллегами скажем так не возлиял не возливал скажем то вот отношению таких людей в определенных этих сообществах складывается совершенно не дружелюбное как правило к тому же когда человек талантливее одареннее тем более а если этот человек при том действительно служит своему делу и людям говоря тем более такой профессии как доктор да то это вообще вызывает у многих нечестных нечистых людей и зависть и ненависть даже и главное от понимания того что ты никогда таким не был и не будешь и это их бесит и злит вот по этой причине разумеется по моему академик вот это он был министром по моему здравоохранения если не боюсь не ошибаюсь петровский вот как раз это говорил федяна что ты с нами тут все это пил и так далее бы тут сидел то давно бы уже был героем соцтруда но а понятно что народ оценит жизнь и труд федора григорьевича углова не соизмеримо выше чем даже если у кого-то было бы хоть 10 героев соцтруда вот потому как люди поминают по делам и потому каков есть человек к сожалению знают не все углове люди иначе бы многие из них все-таки изменили бы себя нынешнего к лучшему я советую по этому еще раз вот особенно родители да давайте читать книги дети но подросткам же хотя бы да кто может понимать все о чем там сказано книги углова особенно сердце хирурга и лучше чище ребенок будет точно и вы перечитаете я советую вообще раз в несколько лет перечитывать эти книги ну давайте ладно вернемся к вот непосредственно этому мероприятию открытие памятника открытие произошло через год по моему или чуть чуть позже чем через год но вот мы я был здесь к сожалению не понимаю вот почему качество фотографии низкая я обычно всегда на хороший фотоаппарат снимаю может забыла пришлось позаимствовать от кого-то не помню но одним словом вот там у джданова может быть видно не знаю будет вот я вот были здесь и почетные что называется такой и духовой оркестр и военные разумеется вот он видно еще я стою вот жданов ну несколько снимков и в завершении что я хочу сказать потом конечно все люди переместились но не все приглашенные да там зал было как бы вот 105 лет потому что год с небольшим хвостиком не дожил федор григорьевич до 105-летия эмилии викторов на разные люди но и главное вот в конце чтобы я хотел сказать о том что федор григорьевич углов был известен конечно не только как выдающийся хирург основоположник многих направлений и выдающийся деятель на этом фронте как настоящий доктор который олицетворял вот это высшие проявления так сказать доблести чести и сострадания к человеку к пациенту как никто лучший вот пронесшие ту кляту гиппократа который он когда-то давал в первую очередь своей совести и во вторую народу вы знаете и он известен в большей степени как человек большинству людей как основоположник вот основатель вот этого четвертого трезвенческого движения с восемьдесят второго года значит дело в том что как он выступил с докладом всесоюзным алкогольные скажем проблеме о медицинских социальных последствиях употребления алкоголя в сср она так называлась это был переворот и вот такие молодые люди ученые тогда как жданов майоров другие они в раз изменили свою жизнь и посвятили ее отделу отрезвления россии а значит и делу возрождения всего а там ведь цепочка идет возрождение сразу духовности здоровье нравственности патриотизма и так далее это все идет с первой вот этой ступени я бы сказал и поэтому я хочу отдать должное и как говорится поклон земной вот владимиру георгиевичу жданову потому что именно с его лекции началось вот массовое отрезвление людей десятки даже сотни тысяч какой там сотни тысяч как минимум молодых людей сейчас за эти годы вот последние перестали употреблять алкоголь принципиально его не употребляют и вы знаете как следствие эти люди стали думать о том а кто я в этом мире а зачем я а что происходит в стране а в мире то есть сразу человек трезвый начинает задавать себе вопросы которые раньше еще не задавал сожалению от не поймут те люди которые еще употребляют алкоголь я подчеркиваю не валяются в лужах конченые алкоголики а употребляют потому что любая доза выпитого алкоголя разрушает головной мозг причем кору головного мозга и вот центры как говорится не только вот эти нравственности так сказать но и вот что ли понимаете логику вообще в человеке вот это вот мышление убивают напрочь причем не всю конечно а в определенных областях вы знаете как будто это что-то такое нечто сакральное оружие да так оно и есть и поэтому я очень рекомендую не судить кто еще употребляет алкоголь и в противовес какие-то словечки высказывать тому что я сказал вот именно по абсолютной пагубе алкоголя а сначала изучить этот вопрос послушайте лекцию жданова 2000 четвертого я подчеркиваю года который называется о медиц называется алкогольный табачный наркотический террор против святой руси именно эту она идет более четырех часов после просмотра наедине с собой этой лекции только нелюдь только нелюдь не сможет бросить потреблять алкоголь но из тех кто потреблял я еще раз говорю сначала посмотрите а вот только полностью посмотри а вот после этого какое-то мнение выражаете на эту тему конечно вот эти последние мои слова адресованы не к людям которые в теме и так не употребляют которые и так сказать в теме зоши тогда те кто еще не в курсе вообще я рекомендую посмотреть также все видео что вы найдете в интернете о углове интервью с ним это будет очень важно для вас сами же потом скажете да как я был прав кто еще просто не в курсе не смотрел обязательно посмотрите некоторые видео я дам как бы рекомендации к просмотру вот ссылочки дам под данным видео который вы сейчас просматриваете ну что ж дорогие друзья все вам самого лучшего и поблагодарим еще раз и углова конечно же федор григорьевич и владимир жданова за вот этот труд на ниве просветление людей и за то что они огромное дело так сказать народа сбережению нашей страны приложили руку свою скажем в это великое дело всего вам самого лучшего и до новых встреч